МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в зале Нгодинского районного суда с рассмотрения законности проведенного обыска начались судебные тяжбы в отношении экс-начальника милиции общественной безопасности Читы Андроника Амиряна, обвиняемого в разбое. Подозреваемые его защиты утверждали, что сотрудники полиции и следкома вполне могли взять разрешение суда перед обыском, а не руководствоваться мыслью о том, что родственники Амиряна смогут уничтожить какие-либо вещдоки. Артем Кондратьев подробнее. Задержанный 27 июня бывший начальник милиции общественной безопасности города Андрайник Амирян сегодня в первый, но не в последний раз оказался на скамье подсудимых. Тема заседания – законность проведения обыска в доме Амиряна во время его задержания. По мнению подозреваемого его защиты, у следствия была возможность получить разрешение суда, однако по неизвестным причинам обыск был проведен без него. Сторона обвинителя же апеллировала тем, что о задержании эксполицейского стало известно его родственникам, которые, если бы следствие промедлило, могли бы уничтожить важные для дела документы и вещдоки. К слову, к самому обыску у Амиряна нареканий не возникло. Я не преступник. Варварским методом мне среди белых дня надевают наручники, привозят в следственный комитет. Я потребовал, сказал, давайте моего защитника с самого начала, потому что я не могу, я и жена, посмотреть за 9-10 человек. Ну, слава Богу, тысяча спасибо им, которые, как эта практика показывает, в доме ничего запрещенного не оказалось. Я хочу спасибо этим людям, которые честно, добросовестно так провели обыск. В ходе обыска у Амиряна было найдено оружие с разрешительными документами, а также был изъят системный блок персонального компьютера. При этом, по словам защиты, экс-милиционеру становилось плохо с сердцем. Однако, скорая, которая вызвала адвокат, так и не приехала на место. По мнению самого Амиряна, дело против него сфабриковано бандитом Ведерниковым, который из личной неприязни хочет слить многих отставных стражей порядка. Ценешние бандиты, которые не для всех, есть такие следователи, для них Ведера как Бог и Царь. Сегодня хоть что от него можно ожидать. А самые серьезные показания я суде дам, которые то, что касается, почему он мне поговорит и так далее. Скажите еще раз, чтобы всех их сажали. Сажал. Не одних. Сотни преступлений были раскрыты. Того же мнения придерживаются родственники и друзья Амиряна. Поддержать товарища пришел и председатель Союза армян Забайкалья Владимир Маркосян. Я думаю, что те преступники, которых он в свое время ловил, сажал или как-то он давил на них. Понимаете, сегодня это, как бы, я считаю, что это месть, которая предоставлена для них. Да, вот находясь, допустим, в тюрьме, они всячески сейчас пытаются отомстить ему за то, что он, допустим, делал против них. Это очевидно. Просто никто в этом не сомневается, даже и на своем диаспоре, и в тех людях, которые знают Амиряна. Как бы то ни было, суд признал действия следствия вполне обоснованными и отклонил возражения подозреваемого и его защиты. На основании изложенного руководства ст. 165-й, то есть 2-й главный процессорный кодекс Российской Федерации, суд постановил признать законным и обоснованным производством 27-го, 28-го июня 2016 года обыска в жилище. Постановление может быть обжалом судебной коллегии по делам Забайкальского права в течение 10 суток со дня вынесения. Так, понятное решение? Судебное заседание закрыто, и постановление сейчас подключено. Артем Кондратьев, Николай Шунков, ЗАПТВ. Детям, которые отравились накануне в оздоровительном лагере Сосновый Бор, пока еще не выставлены окончательные диагнозы. С подозрением на кишечную инфекцию в больницу были госпитализированы 9 человек. Двоих уже забрали домой родители. О состоянии оставшихся на лечении рассказал сегодня главный врач ККИИ Сергей Юрчук. Их поступило в клиническую инфекционную больницу 9 человек. Из них 5 человек в средней степени тяжести, 4 человека в легкой степени тяжести. Мы выставили предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. У всех детей положительная динамика, все дети в удовлетворительном состоянии, и все необходимые мероприятия лечебные проводятся в полном объеме. Если вы оказались в неприятной истории и подозреваете, что попали на уловки преступников, звоните нам. Если вы случайно стали очевидцем преступления или в одиночку боретесь с несправедливостью, не забывайте снимать все происходящее на мобильный телефон. Видео приносите или отправляйте в нашу редакцию и получайте гонорар от первого независимого. Наш телефон – 415107. На сегодня это все. До свидания и берегите себя.